Добрый день! Живая изгородь – неотъемлемый элемент наших участков. Какой бы прекрасный забор мы не поставили, сколько бы денег мы в него не вбухали, все равно в какой-то момент захочется его задекорировать. На мой взгляд, участок с незадекорированным забором выглядит как большой, просторный, но все-таки как вольер для собак. Извините, если грубо получилось. Помимо декоративных функций, живая изгородь вдоль участка является отличной защитой от ветра и пыли, а также от любопытных глаз соседей и случайных прохожих. Не обязательно живая изгородь должна быть по периметру участка. Ею можно разделить участок на зоны, сделав, к примеру, себе зеленый кабинет. Бордюром, а он также относится к живым изгородям, только маленьким, не более метра в высоту, можно подчеркнуть дорожку или какой-нибудь декоративный элемент. Да хоть фонтан! На чем мы основываемся при выборе растений для живой изгороди? Ну, как минимум на трех критериях. Первое. Растения должны быть морозоустойчивыми, устойчивыми к болезням и вредителям, и не требующими к себе особого отношения. Ну, представьте, если мы живую изгородь посадим магнолию, возможно, один экземпляр мы и сможем сохранить. А если у нас Х-100, это всю зиму танцевать ламбаду и весь год прыгать в такой изгороди? Второй фактор – это цена. Так как растений для живой изгороди предполагается много, поэтому хотелось бы, чтобы такая изгородь нас не разорила. Ну и третий немаловажный фактор – это соответствие нашим задачам. Итак, начнем с третьего пункта. Прежде чем покупать растения, ответьте себе на три вопроса. Какой должна быть изгородь? Регулярная или пейзажная? Листопадная или вечнозеленная? И еще важный критерий – это ее итоговый размер. Исходя из этого, можно выбирать растения. Если вам нравится природный стиль, и вы не любите, когда все параллельно и перпендикулярно, то вам подойдут пейзажные изгороди. Неправильно сказать, что за такими изгородями не надо ухаживать. Конечно, надо. Но в отличие от регулярных, которым вы делаете стрижку чуть ли не 3-4 раза за сезон, пейзажным изгородям делают одну формовочную стрижку в год. Можно раз в 2 или 3 года. Но санитарные и омолаживающие обрезки мы все равно проводим ежегодно. Людям, кому близок французский или формальный стиль, подойдут регулярные изгороди. Вообще такая изгородь не подразумевает исключительно Версаль или Петергоф. Она имеет место быть и на маленьких участках. Просто любой регулярный элемент требует к себе большего внимания. Но в такой стрижке нет ничего сложного. Было бы желание, как говорится. Для больших пейзажных изгородей подойдет сирень обыкновенная или венгерская. Все сорта дерна белого или отпрыскового. Гортензию метельчатую можно использовать не как основную культуру, а в качестве вставок. Если пейзажная изгородь задумана небольшой, то спирея серая или вангута, на мой взгляд, просто незаменимы. Отличная пейзажная изгородь получится из шиповника и украсит любой участок древовидной гортензией. Но ее минусом, наверное, может стать тот факт, что она будет украшением лишь 4 месяца из 12. К пейзажным бордюрам можно отнести изгороди из хост, лилийников и всевозможные миксы из многолетних цветов. Почвопокровные розы также подойдут для этих целей. Если вы подбираете растения для строгой регулярной изгороди, то высокой подойдут туи, можжевельник скальный, еле обыкновенная или сербская, пузыреплодник. Намного лучше смотрится в регулярной изгороди, нежели в пейзажной. Для строгих изгородей от метра до полутора можно использовать наш северный самшит. Кизильник блестящий, барбарис тунберга, сирень мейера, да много еще что. А для бордюров этот список вообще бесконечен. Японские спиреи, лапчатки, очень аккуратными получаются бордюры из шаровидных туи и компактных форм многолетников. Если вам нужна вечно зеленая изгородь, то лучший вариант, чем туи, просто не придумать. Можно рассматривать изгородь из елей или сосен, но моноизгородь из елей будет мрачновато. Если участок не очень большой, а сосны слишком ажурные, будут видны соседи. Многие хотят видеть цветущую изгородь. Такую изгородь можно сделать из одной культуры. А можно добиться непрерывного цветения, сочетая кустарники, цветущие в разное время. Как, например, сирени, калину, гортензию и чубушник. Если площади позволяет, то изгородь может быть многоярусной. Но я бы остановилась на двух ярусах. Первый может быть из туи или крупных кустарников. А второй составит небольшие кустарники или даже многолетники. Небольшой совет. Старайтесь избегать изгороди в желтых и красных тонах. Я, если честно, любитель монопосадок. Мне нравится, когда в изгороде используется не более трех видов. Но это не касается цветового решения. Если на высокую изгородь взять исключительное растение с желтой листвой или хвоей, то радовать она вас будет недолго. Но может месяц или два. Дальше желтый цвет начнет раздражать и утомлять. В желтом исполнении хороши бордеры. Наш взгляд не упирается в них, а скользит мимо. Бордюр из желтолистной спиреи как бы подсвечивает участок, поднимает настроение в пасмурный день. А их у нас, к сожалению, немало. А вот вставки высокие изгороди и желтого пузыреплодника, желтолистного чубушника или ту из желтой хвои будут смотреться неплохо. Примерно то же самое касается кустарников с красной листвой. В отличие от осенней багряной окраски, пурпурный цвет слегка морочноват. И вместо яркости даст совершенно обратный эффект. Если изгородь сделать исключительно из красного пузыреплодника, то впору идти к психологу с просьбой вытащить из депрессии. И опять же, красные вставки смотрятся очень эффектно и нарядно. К голубому или сизому цвету у меня претензий нет. Но если в бордюр можно подобрать растения с сизоватой окраской, то на высокую изгородь есть всего два варианта. Голубая ель и скальный можжевельник. Первая изгородь получится очень дорогой. Вторая потребует определенных науков и усилий. По стоимости существенно можно сэкономить на размере или кондиции растений. Растения с открытой корневой системой обойдутся намного дешевле, чем контейнерные. А молодые дешевле крупномеров. Также на пейзажную изгородь понадобится меньшее количество растений. Можно существенно увеличить шаг посадки. Для регулярной изгороди вы купите 4-5 куста на погонный метр, а для пейзажной 2-3. Но самая дешевая изгородь – это изгородь из лиан. Лианы быстро разрастаются, недорогие, а расстояние между ними может быть от метра до трех. На этом все. Надеюсь, мы были вам полезны. До скорых встреч. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.